Чтобы не запутаться в современных реалиях, надо знать историю, древнюю и новейшую. Также не следует доверять сомнительным источникам информации. В этом уверена Марина Бравина, кандидат исторических наук. Марина Алексеевна впервые в истории Ульяновского педагогического университета провела урок мира. Лекция посвящена основным вехам российского государства. Лейтмотив отношений с братскими народами тоже есть в программе. Это освещение вообще истории русско-украинских отношений. И в контексте, кстати, информационных войн это актуально. Во время проведения специальной операции на Украине сложно не попасть в ловушку фальшивых новостей. Блоги и соцсети пестрят информацией сомнительного происхождения. Фейки сыпятся, как из рога изобилия, затуманивая умы миллионов людей. Чтобы приблизиться к правде и не пойти по ложному пути, надо следовать нескольким правилам. Первое, что нужно определить, и это основа источниковедческого анализа. Кто автор? Насколько вообще этому автору можно доверять? Затем, где этот источник взят? Откуда он взят вообще, этот источник? Но при этом, я вот, знаете, школьникам часто говорю, что к анализу источника нельзя подходить с пустой головой. То есть просто смотреть на тот текст, который написан. Лекцию послушали студенты третьего и четвертого курсов. В основном, это учащиеся историко-филологического факультета. Лисанн Садыковый первый урок мира пришелся по душе. Мы действительно видели ссылки на исторические события, подтвержденные в том числе различными видами исторических источников. И это цепляло лично меня. Мы не видели мнений блогеров, мы не видели каких-то рассуждений издалека или кухонных посиделок политических. В 2018 году она уехала из Донецка в Луганск. А в феврале ее вместе с дочкой эвакуировали в Ульяновск. Дарья Пикус постепенно приходит в себя после потрясения. Она послушала лекцию и поделилась своей гражданской позицией. Да, за душу тронула абсолютно все, потому что сама не то, что прям сильно увлекаюсь, но читаю историю и стараюсь все-таки быть в курсе того, что было раньше. И когда сейчас пытаются историю переписать, для меня это прям вот очень непонятно, зачем это все делать. То есть история эта была написана не нами, и не нам ее переписывать. Педагогический университет стал первопроходцем в просветительской компании. По словам специалистов Министерства просвещения и воспитания, уроки мира будут проводиться и в других вузах. Виктория Черкова, Герман Баранов, Управда ТВ.